добрый день сегодня мы продолжим учиться сегодня мы начнем писать игру саккабан кто не знает что такое саккабан ставьте на паузу открывайте поисковики и читайте правила игры мы уже делали морской бой но морской бой у нас был без меню то есть у нас при запуске программы сразу же начиналась игра в случае саккабаном мы немного усложним мы добавим такое понятие как меню то есть при запуске у нас будет возможность выбрать запустить новую игру выбрать уровень возможно почитать об этой игре правила ну и выход вот так вот чего мы начнем начнем как всегда создание проекта создаем проект и называем его саккабан есть начало есть дальше самое главное так я это выбираю чтобы него предупреждение при сборке так и теперь давайте давайте первым делом опишем создадим перечисление о которое будет описывать различное состояние нашей игры вот вспоминаем о наш такой штуке как и нам и пишем тайги объявляем новый тип типа перечисления и назовем ее и стоит есть и что у нас будет какие режимы игры и гейминг и нет это понятно там будем все инициализировать дальше гейминг меню то есть это у нас будет состояние меню когда мы не играем а находимся в меню дальше гейминг меню это основной режим нашей игры который и будет крутиться наша игра дальше game about это у нас будет о игре то есть когда мы в пункте меню выберем пункт about то мы должны будем не знаю там что-нибудь написать правила игры возможно ну что-нибудь вот и еще у нас так как у нас меню будет у нас я прикинул будет старт гейминг select level about и выход exit соответственно у нас game about есть еще будет game select level и мы будем выбирать уровень с которого начинать играть ну и конечно же выход есть это хорошо дальше дальше давайте сразу же объявим набор функций которым каждая из которых будет отвечать нужному нам режиму игры значит описываем void game и нет то есть мы их объявим определим позже дальше game meet game main далее game draw game processing вот что у нас еще дальше у нас было game menu меню game about game about game game level ну и выход давайте еще сделаем game n так объявить объявили и сразу же давайте определим по-быстрому вот таким способом вот чтобы они были пока пусть пустые но ну это то что у нас должно быть обязательно так и давайте я сделаю разделение визуальное разделение по функциям как помните я так всегда делаю мне так проще вот типы разделим объявление разделим но тут будут еще глобальные перемены какие то вот вот так есть дальше дальше что нам нужно нам нужно ввести такую переменную как состояние игры так так тип для этого у нас вот он уже есть значит нам нужно объявить объявить и определить переменную глобальную game state и проинициализировать сразу же game init есть и дальше давайте опишем основной цикл из run это у нас будет флаг так называемый по которому у нас будет крутиться наш бесконечный цикл из run есть и дальше мы перебираем нашу перемены то есть она типа и нам соответственно берем switch и перебираем все варианты вот вот так то есть сейчас мы готовим каркас чтобы потом уже было проще перед тем как готовить каркас конечно же вам сначала нужно будет подумать об этом каркасе из чего он будет состоять об основных элементах вот если вы не продумали каркас то сразу его писать я не рекомендую потому что вы будете тратить много времени на переписывание на дописывание вот сначала подумали из чего будет состоять у нас игра наша программа и дальше прикинули каркас подумали нарисовали и только потом начинаем его писать вот то есть каркас какой то есть теперь давайте тут же чтобы потом если такое мета программирование на самом деле вот такое мета можно назвать void test к примеру void test 2 и так далее то есть когда мы просто этих функций еще нет это мы вот здесь просто их объявляем не определяем поэтому это будет собираться компилироваться но таким способом мы можем просто создавать описывать основной каркас то есть основные пункты нашего алгоритма основные там части то есть порядок действий каких то то есть это тут тут название должны быть понятное дело не test test 2 а какие то смысл вот но это такое так называемое мета программирование когда еще готовых функций нет но мы примерно уже задаем каркас то есть мы задаем общий ход работы нашей будущей программы но функции у нас уже есть они хоть и пустые но есть поэтому поэтому сейчас набросок сделаем по готовому после инициализации нам нужно переключить в меню game я на самом деле можно сразу в game меню и как только у нас мы в пункте меню выберем start game нам можно будет переключить game init game main но это уже как хотите я проинициализирую игру сразу же при старте до отрисовки меню о потом game меню у нас здесь будет вот так вот game меню вот вызывается другая ну и то же самое по всем остальным game main вот то есть у нас в основном цикле должно быть минимум ну давайте и это уберем но должен быть минимум какой то чтобы мы визуально видели наше состояние игры какие они есть и какие функции вызываются вот а дальше в каждой из них уже будем расписывать подробно порядок подробно будем расписывать наши инструкции about game about потом game select level и game вы конечно же можете этой ерундой не страдать так сразу здесь внутри описывать все инструкции это ваше право но мне так тоже проще я здесь вижу основные состояния где же какие функции вызываются а дальше по функциям по каждой из них уже внутри я буду смотреть что и как так ну если game ехит то тут у нас по-любому нужно будет переключить вот этот флажок так как область видимости только здесь game state можно переключать внутри этих функций потому что это переменная глобальная значит область видимости распространяется и внутрь этих функций но вот эта перемена она описана только вот здесь соответственно эти функции внутри они внутри не видят эти перемены поэтому переключать я уже будем тут дальше теперь теперь что нам надо ну нам нужно начать с меню меню у нас будет только отрисовывать мы будем рисовать наше меню выбирать пункт меню и обрабатывать нажатие кнопок и возвращать выбранный пункт меню поэтому поэтому нам мы начинаем с меню для этого нам нужно так давайте выберем вот здесь поэтому сразу же начинаем описывать сразу же создадим два файла H файла H файл и C файл так так назовем первый сокобан меню точка H нет это C скопируем буфер есть и добавим второй файл H файл есть и сразу уже его подключим include сотобан меню есть и теперь нам нужно перейти в эти наши файлы и описать наше меню так из чего она будет состоять вспоминаем опять перечисления вот E меню state состояние меню так и начинаем вот у нас пункт меню start будет есть дальше дальше будет меню select level есть дальше у нас будет меню above тоже есть далее у нас будет выход есть ну и еще будет у нас вот такое давайте я добавлю меню main так main end то есть это будет у нас номер содержать то есть вот количество пунктов меню и это у нас будет 0 1 2 3 4 всего 4 пункта меню это для упрощения для простоты при работе с циклами мы в циклах будем выводить наши пункты меню вот мы это уже как-то разбирали вот такой способ я его добавлю и я еще добавлю я не уверен нужен ли он будет скорее всего нужен будет но пусть будет он не помешает и еще добавлю вот такой пункт меню init или давайте main вот то есть это у нас будет означать что мы рисуем меню как только меню то есть каждый раз при нажатии клавиши скажем так мы будем запрашивать у меню его состояние так вот если будет возвращаться меню main значит мы еще находимся мы еще никакой пункт из этих пунктов не выбрали как только мы нажмем enter то нам там наша эта библиотечка маленькая по отрисовке меню вернет что-нибудь из этих один из четырех этих перечислений например мы выберем start нам вернется меню start когда у нас мы получим меню start значит мы будем знать что что нужно начинать игру мы играем но когда мы нажмем в процессе игры выход ну например escape то нам нужно что опять рисовать меню значит нам нужно переключить вот в это состояние меню main ну я думаю вы разберетесь давайте сразу же напишем функцию e которая будет возвращать это состояние socar one menu да в языке c конечно не сами присутствует избыточность в том плане что нам нужно меню давайте current вот как-то разделять название потому что если я просто напишу current state current state это непонятно будет чему оно будет относиться у нас может быть очень много файлов разных вот таких вот соответственно текущих состояниях может быть и меню и игры и еще чего-нибудь и у нас будет пересечение по именам соответственно нам нужно добавлять я вот добавляю вот так имя файла не сокращая и функции тогда в коде я конкретно вижу функция из какой библиотеки будет вызвана то есть увижу current state увижу сокобан меню current state значит пойму это из библиотеки сокобан меню я думаю понятно так теперь теперь давайте проинициализируем еще наше меню вводит напишу функцию так скопируем init вот и давайте еще процессик вот то есть у нас будет в принципе три функции здесь мы будем инициализировать наше меню то есть мы будем инициализировать ну нужные нам перемены вот здесь здесь у нас будет обрабатываться то есть здесь мы будем читать клавишу ввод нажитой клавиши в зависимости от того что мы нажали будем рисовать то есть вниз вверх будем подсвечивать нужный пункт меню и enter значит будем переключать состояние есть вот так у нас будет состоять выглядеть h файл нашего меню добро вот теперь начнем реализацию нашего самой основной части для нашего меню то есть c файл переходим и начинаем так подключаем наш файл с акабан меню потому что здесь мы будем уже определять здесь мы объявили функции здесь мы будем уже определять их и мы указываем с какого файла где находятся эти объявления с акабан меню h иначе вот здесь будут находиться их тела так так поэтому я сразу переключил скопируем задам кусты тела сделаю визуальное разделение вот дальше вот здесь уже объявлю глобальную перемену ваш файли не рекомендую вообще не нужно никогда объявлять каких-то перемен объявлять будем здесь где меню state это у нас будет давайте здесь уже сократим сокобан меню стоит так давайте же глобал сокобан меню стоит и сразу же проинициализируем меню main вот есть и вот здесь возвратим g s меню state готово это готово дальше дальше нам нужно так как у нас пункт меню вот например у нас будет старт select level about выход вот и мы будем вот так вот подсвечивать нужный пункт меню когда мы нажмем клавишу вниз то значит что? значит нужно нам подсветить вот это а здесь подсветку убрать так, так значит помимо состояния текущего игры, то есть на первом этапе пока мы не нажмем enter, оно будет меню main, то есть мы будем рисовать меню но нам нужно знать текущий пункт меню какой он в данный момент, значит для этого нам нужно еще объявить какую-то перемену которая будет содержать как раз индекс unsigned и давайте с меню индекс равно меню start вот unsigned, что я только что объявил? я объявил перемену типа int, int я не писал намеренно потом, чтобы вы знали, что есть еще вот такая возможность объявлять переменные то есть по умолчанию это переменная будет типа int если я не указываю, но я пишу unsigned или sign в данном случае это будет unsigned int и присвоил я сразу же чему? меню start то есть у нас произойдет приведение типа то есть что такое меню start меню start это константа буквенная, да? значение у нее 0 в данном случае, что у нас меню index будет равно 0 в данном случае подсветка будет start меню выход exit имеет значение 3 значит что у нас 0 1 2 3 то есть когда мы в nami инициализируем первый элемент первую константу 0 то мы можем пользоваться ну как индексом вот теперь смотрите сейчас все вы разберетесь так давайте разделение я еще сделаю есть дальше давайте вот так вот не дальше, а вот так вот что такое меню? пункты меню как минимум это у нас строки так так значит нам нужно что правильно объявить массив строк вот мы же его будем выводить значит что мы пишем мы конст пишем чар хотя давайте конст не бум она и так в памяти будет которую запрещено менять и напишем ж с меню items вот какой размер у нас будет а мы знаем вот оно мы специально для этого и ввели эту переменную меню main end оно будет в значении 4 потому что раз два три четыре если мы сюда добавим какой-то пункт меню новый то у нас эта перемена автоматически увеличится на 1 поэтому некоторые вещи уже проще то есть мы помним что вот таким способом можно объявлять массив строк в языке сил так делаем делаем вот объявили это наши пункты меню хорошо дальше что нам надо ну нам надо как минимум где-то наше меню рисовать рисовать мы будем здесь для этого создадим функцию объявим здесь функцию и назовем drawMenu void давайте сокобан меню draw вот в h файле мы ее не объявляли потому что она нам не нужна в h файле h файл у нас нужен для того чтобы тем кто будет пользоваться нашей этой библиотекой указать какие есть функции все здесь не должно быть ничего лишнего вот этот draw она нужна только нам только вот здесь внутри это вспомогательная функция поэтому ее нужно использовать в определенных местах и в определенном порядке в каком порядке знаем только мы создатели этой библиотеки поэтому сюда мы ее не пихаем вот когда это станет скажем полноценной библиотекой ну полноценной вот этой библиотекой не станет потому что здесь жесткая привязка к нашей игре но тем не менее когда мы соберем эту библиотеку то на выходе у нас будет hfile и libfile все поэтому внутреннее состояние нашей библиотеки другой человек не знает он сможет только догадываться так давайте вот это draw вот здесь сделаем вызовем но сначала мы вызовем функцию system очистим экран cls есть дальше подключим системной библиотеки include std your hstd lib вот дальше чистим экран нарисуем наше меню а теперь давайте сделаем реализацию нашей отрисовки вот что мы здесь сделаем а так скорее всего у нас сейчас не соберется почему не соберется потому что мы помним начиная с 11 стандарта вот в хоре мы можем инициализировать секции init переменную объявлять и инициализировать так пишем unsigned и равно нулю пока и меньше сколько правильно меньше меню main end вот плюс плюс и и теперь смотрите мы ввели понятие меню индекс так так значит если и равно меню индекс то что то мы подсвечиваем этот пункт меню print f вот таким способом s а вот здесь s g нет подождите global s меню items и выводим наш элемент массива то есть строку да какую-то из этих строк мы выведем так так иначе выводим без подсветки вот вот так есть есть это хорошо дров есть дальше дальше нам нужно читать данные с клавиатуры так так смотрите мы создавали тогда библиотеку по работе с двоичными числами да binary tool так сказать я еще создал такую библиотечку я видео не записывал потому что она очень маленькая эта библиотечка у нас будет возвращать код нажитой клавиши вот ее состояние здесь и нам описан пока нужные нам клавиши это enter space escape вверх вправо вниз влево и вот ее реализация здесь мы просто читаем вызываем функцию getch потом смотрим если была нажита клавиша то есть если getch вернул вот такое значение это в справке так написано мы делаем повторное считывание и непосредственно получаем код нажитой клавиши иначе если getch вернул не это значит мы читаем сразу же значение и смотрим что было нажито enter пробел или escape все пока нам нужны только вот этот набор больше нам ничего не надо вот в будущем возможно эта библиотечка вырастет поболее но пока пока она такая поэтому давайте сразу же ее и подключим вот здесь давайте сделаем encode и скорее всего она выше у нас так выше еще раз на уровень выше у нас там было tools src есть и вот input tools есть и теперь нам нужно вызвать эту функцию сделаем сразу switch и вызовем нашу функцию getKey которая нам вернет что-нибудь из этого так так ну давайте так давайте я сразу сейчас напишу наверное или я начну смотрите давайте вот так сделаем если вернется кей enter то что мы в этом случае делаем в этом случае нам нужно переключить состояние нашей игры делаем мы вот так gs меню state равно gs меню индекс то есть у нас полностью совпадает индекс состояние то есть 0 1 2 3 0 1 2 3 да то же самое и индекс здесь у нас полное соответствие по значению дальше давайте case key up если была нажата кнопка вверх так давайте я быстро подготовлю тогда уже вверх вниз так вверх вниз потом нам еще нужно escape все остальные кнопки нам нужно unknown потом пробел потом вправо и влево нам их обрабатывать не нужно но я их здесь перечислил для того чтобы не было ворнинга предупреждений вот если мы нажали кнопку вверх значит нам что нужно изменить индекс так так ну давайте его изменим давайте сначала его проверим чтобы не выйти за границ если же с меню индекс больше нуля то мы уменьшаем его иначе если он стал равен нулю то чему мы присвоим вот это меню выход сейчас вы все увидите давайте я ставлю этот код уже вызову в нашей основной функции вот где она у нас так переключимся mainc нет нет а вот вот у нас есть game меню так где она вот значит мы аж файл подключили все значит сакабан меню процессик есть вызвали то в принципе наверное и все пока да давайте запустим так что он собирает так какие-то две ошибки есть warning не понял на get key не знаю что такое get key а мы помним все правильно кроме помимо того что я здесь сделал include мне нужно добавить еще непосредственно эти файлы вот так вот сюда все потому что include нужно непосредственно еще добавить для сборки все хорошо запускаем по идее мы должны увидеть наши нет мы не видели наши почему потому что нужно выбрать сакабан есть есть и плюс я еще вспомнил о том что нам нужно будет переключить в геймините состояние в гейминю вот равно в гейминю есть так проблема видите неактивна вы уже помните мы сталкивались с таким значит нужно что ну так какой-то глюк переоткрыть переоткрыть выбрали сакабан запускаем запускаем вот смотрите и нажимаю кнопку вверх вниз у нас не работает пока только вверх так так давайте посмотрим если мы нажимаем кнопку вверх если же меню индекс больше нуля то мы уменьшаем индекс как только стал не больше нуля а равен нулю то что правильно мы раз и переключили сразу же этот индекс переключили на выход ну то есть чтобы у нас по кругу бегало соответственно аналогично нам нужно добавить для клавиши вниз правильно правильно делаем то же самое почти то же самое делаем вот так вот кейкдаун здесь мы проверяем если меньше 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 меню так меню не понял что у нас там забыл уже а вот меню main end минус 1 то увеличиваем иначе меню start запускаем так долго запускается так вверх работает вниз вниз тоже работает вот ну enter и прочая вещь у нас пока не обработан но начало уже есть поэтому поэтому давайте по escape я еще сделаю s так gs меню state равно меню выход и все в принципе все на этом наше меню заканчивает меню init меню init мы вот эту функцию делаем вот так оно нам нужно будет не сейчас но будет нужно вот вот наше меню готово теперь нам осталось enter мы обрабатываем escape мы обрабатываем теперь нам осталось это все обработать вот здесь меню processing game processing после этого нам читать состояние меню вот вот этой функции ну и так далее но это мы сделаем в следующий раз поэтому на сегодня мы разбираем наш сокобан читаем правила и пытаемся сами после просмотра видео сделать то же самое не подсматривая можете посмотреть два раза видео или три раза видео поэтапно либо не полностью 10 минут посмотрели пауза и с нуля пишем то что я вам показал поэтому все на сегодня все следите за новыми выпусками ну и всем пока